Палестинская проблема продолжает оставаться одной из самых важных проблем не только в регионе, но и во всем мире. На протяжении 20 лет переговоров с Израилем сейчас мы снова столкнулись со стеной. Мы снова стоим перед необходимостью пересмотра многих вопросов, связанных с досье переговоров. В течение последних двух дней была различная информация по поводу отставок, переговоров. Сейчас мы находимся на пороге нового этапа нашей деятельности. Но с точки зрения закона и 14 параграфа необходимо было созвать Национальный совет Палестины. И он уже 20 лет не созывался. В 1993 году в Газии было последнее его заседание. И нужно было либо общая национальная консессия или наличие кворума. И действительно, вот те отставки, которые произошли, они связаны с этим. И Национальный совет проведёт своё заседание в течение месяца для того, чтобы решить этот вопрос. Но целью не является выбор новых членов организации. Дело в том, что сейчас мы стоим перед новым этапом нашей деятельности. Наш президент будет участвовать в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в следующем месяце. И вы знаете, что два года назад ООН и Генеральная Ассамблея признала Палестину как государство с неполными правами. Сейчас мы посылаем свой месседж. Действительно, мир должен нести свою ответственность. И он должен положить конец международному сообществу, я имею в виду израильской оккупации. У нас есть концепция для того, чтобы по-новому отнестись к отношениям с Израилем. И это всё требует наличия той стороны, которая подписала соответствующие соглашения с Израилем. И это называется сторона организации освобождения Палестины. Это не власть. И они должны выдвинуть новую концепцию, новую позицию для того, чтобы начать переговоры. Поэтому это заседание, о котором я говорил, направлено именно на эту цель и для того, чтобы дать соответствующие полномочия национальному совету предстоящих переговоров. Американцы провели так называемые девятимесячные переговоры. Возможно, Керри был в нашем регионе чаще, чем в своём Белом доме в этот период девятимесячный. Двадцать восемь раз он был у нас. И это всё говорило о том, что американцы действительно надеются, что последний шанс для мирных переговоров будет использован. И американцы действительно дали нам соответствующий письменный документ. Они согласны и признают принцип существования двух государств в границах 4 июня 1967 года. Но там не было указания о упоминании о беженцах. И сейчас можно сказать, что сейчас сложно говорить о возвращении переговоров, возобновлении переговоров с израильтянами, если не будет признания со стороны Израиля о принципе двух государств в границах на 4 июня 1967 года, со столицей Восточным Иерусалимом, если не будет упоминания о беженцах и так далее. И вот при этих условиях мы готовы продолжить переговоры и решить сложные проблемы. Но если этого не будет, нет никакого намерения и никакой готовности у палестинского руководства направляться на переговоры, прежде чем мы не получим такой документ.